Всем привет! Сегодня я решила по просьбе подписчиков рассказать вам о том, как я рожала детей. В советское время это было, это 1985 год и 1989 год. Ну, первые мои роды, это дочку я рожала в 1985 году. Мне было тогда 21 год, я была еще такая неопытная мама. Первые роды, все впервые. Ну, скажу вам честно, я не боялась. Я работала тогда на заводе, я работала, вот когда только забеременела еще, работала за станком. Но меня тогда, вот еще в начале беременности, перевели на легкий труд. И, в общем, беременность я проходила нормально. Хочу сказать, каждую беременность, у каждой беременной женщины есть, наверное, какие-то свои бзики. Вот какой бзик у меня был с дочкой, это я любила вязать крючком. Я тогда крючком увлеклась, что-то вязала. Вязала шаль, прям связала, что-то еще вязала. А еще одно увлечение у меня появилось фото. Я как раз тогда недорого купила фотоувеличитель, там ванночки, вот эти химикаты, какую-то мыльницу недорогую. И, в общем, я фотографировала. Вот дочку, как раз она только родилась, я прям фотографировала ее каждый день. Но фото были черно-белые, и они вот сейчас, к сожалению, уже такие выцветшие. Мне еще и выбросить их жалко, но уже и показывать вам, как бы, не особо они качественные. То есть уже с годами выцвели фотографии. Ну, может быть, я там что-то недодерживала в этих химикатах, но неважно. Вот такие у меня были увлечения в беременности. Фото и вязание. Это с дочкой. А когда была уже с сыном беременная, у меня было увлечение выпечка. Я пекла пирожные, торты, я делала какие-то крема, там что-то. В общем, вот это на выпечку тогда подсело. Все беременность выпечкой увлекалась. Ну, короче говоря, когда пришло время мне рожать, значит, а у нас тогда в Ростове было как раз на тот период закрыты несколько роддомов. Там один на ремонте, вот который с нашего района был роддом. Другой там что-то на карантин был закрыт. И, в общем, отвозили наш район, отвозили в Аксай. А Аксай находится буквально рядом. Вот только с нашего района выезжаешь и уже заезжаешь в Аксай. Рядышко. И вот я помню тот день, значит, у меня утром рано начались легкие схватки. Легонькие такие. В общем, целый день я проходила с этими схватками. Они меня никак не беспокоили. Но у девчат я спросила, они говорят, да, еще ты можешь еще целый день проходить, еще только на следующий день можешь родить. Я как-то так настроилась не торопиться никуда. Еще одна подруга пришла ко мне, говорит, покрась мне волосы. А мы как раз у меня тогда были черные волосы. И мы с ней друг друга красили. Я говорю, ну давай тогда и ты меня аж покрась. В общем, я еще волосы ей покрасила, она мне покрасила и скупалась. В общем, голову помыла еще всю эту краску. В общем, в итоге дело к вечеру. Я думаю, ехать в роддом или уже завтра поехать. Потом думаю, не, наверное, все-таки мало ли ночи вдруг что. А потом в скорую не дозовешься. Думаю, поеду уже. Я переночую там, а утречком там же и рожу. Деловая такая. В общем, короче, скорую вызвала. Меня туда отвезли, подготовили к родам. Положили в предродовую палату. А там в предродовой палате лежала моя знакомая. Печенка, с которой мы вместе дружили, в одном дворе росли. Она рожала уже второго ребенка тогда. И вот у нее уже тогда были сильные схватки. И она мне просила, позови врача. Я там выходила врача звать. Это уже было дело ночь. Ну, уже как бы поздно вечером. Уже ночь начиналась. Я помню, мне очень хотелось спать. Но схватки у меня уже были посильнее. Интервал был поменьше. Ну, для меня вот как бы боль, это понятие относительное. У всех болевой порог, он разный, да. И для меня, когда уже что-то сильно больно, но это уже потеря сознания, это уже сильно больно, я считаю, да. А если можно терпеть, то можно терпеть. Ну, как-то так вот у меня вот это все. Для меня эта боль была еще не боль как бы. Я ждала, что это будет прям ох, как больно, потому что все ору, значит, это прям супер больно. В общем, короче говоря, один раз она попросила врача, позвала. Второй раз врача позвала, ее там посмотрели. Один раз ушли и ничего не делали. А она очень сильно кричала и, в общем-то, мне мешало спать. А мне хотелось поспать. Я почему-то не хотела рожать. Думаю, посплю, а потом рожу. Вот как-то так вот я решила, что так можно сделать. Наивная. В общем, забрали ее в родзал, и я предродовой осталась одна. Думаю, ну, посплю. В общем, вроде между схватками я там как-то дремала. Потом приходит врач, она раз меня посмотрела, ушла. А второй раз, думаю, что меня беспокоит без конца. Не дают спать. Второй раз она пришла, посмотрела, говорит, пойдем. Повела она меня в процедурный кабинет рядом. В общем, матка открылась уже настолько, насколько нужно. И мне просто там прокололи пузырь, чтобы уже потуги начались. В итоге, значит, начались потуги. Тут рядышком родзал. Меня привели в родзал, положили на стол. Я лежу на столе, они там вокруг меня что-то ходят. Каждый своим делом занимается. Я одна рожала на тот момент, рядом никого, больше рожениц не было. А я помню, мне мама сказала, ты ж слушай врача, когда будут говорить дуться, дуйся, когда говорят не дуться, не дуйся. В общем, короче, я жду, когда ко мне кто-то подойдет и начнет мне помогать рожать. А они как-то не подходят и все. И я уже врачу говорю, вы ж мне помогите рожать, а то ж, я ж не знаю как. Смешно сейчас, честно говоря, это рассказывать. Как раньше люди под стогом сена рожали. Вот, короче говоря, подошла она мне уже там, дуйся, не дуйся, все дела. И, в общем, родила я дочку, родила благополучно, быстро и без всяких там зашиваний, ничего не зашивали, все нормально, своим ходом, в общем, все, она вышла. И в итоге ее там уже запеленали, положили рядышком в зале же. Она лежала там, она уснула. Они там разбрелись все, в родзале я осталась одна, лежу, на нее поглядываю, а она спит. Потом пришла санитарка, она там что-то где-то там своими делами занималась в родзале. А я лежу и говорю, а долго мне еще тут лежать? Она говорит, положено два часа полежать, а потом уже в палату. Я говорю, а кушать я хочу, завтрак скоро будет. Она говорит, скоро будет завтрак, и мы завтрак вам в палату принесем, не беспокойтесь. В общем, прошло два часа, ребенка забрали, отнесли там в детскую, у них там отдельно дети, в общем, содержались в какой-то отдельном детском боксе. В общем, два часа прошло, санитарка подходит, мне говорит, вставай, пошли. Я говорю, как пошли? Сама, своими ногами? Она говорит, да, у тебя роды нормально прошли, тебе каталка не нужна. В общем, взвалила она меня к себе на плечо, знаете, как в войну санитары выносили раненых. И вот, значит, я руку на нее положила, ну, правда, такая санитарка, тетка была дородная. И, в общем, я поплелась. Ноги еле переставляла, потому что была сильная слабость. В общем, по целому коридору прошли, по лестнице на второй этаж поднялись, и там уже были палаты. Завела она меня в палату, и, в общем, пока я до койки своей добрела, я последние силы растеряла, и уже чувствую, что я просто вот вырубаюсь. И смотрю, завтрак мой уже на столе меня ждет, а я уже есть не могу, у меня нету сил покушать. Я говорю, можно я посплю, а завтрак мой никуда не уберут, я беспокоилась, чтобы его не забрали. Она говорит, ничего, завтрак твой не уберут, можешь отдохнуть. В общем, я где-то два часа вздремнула, потом проснулась, покушала и пошла в душ. Пошла в душ. Там, хочу вам сказать, вообще странный какой-то роддом. Странно то, что он был очень грязный. Второй этаж, вот мы там с мамочками мыли сами коридор, палаты мыли сами. На втором этаже не было вообще персонала. Не было вообще персонала никакого. Я, кстати, пошла в душ, душ был очень грязный, там были какие-то прям плесени на стенах, куча тараканов было, помню. В душ, в туалете, в общем, ужасно как-то. Как там, меня поразило то, что вообще в больнице такое возможно, и при том еще в роддоме. Ну, неудивительно, что роддома позакрывали у нас в Ростове. Ну, и куда привезли, это ужас. Ну, ладно. В общем, я покушала, позавтракала, пошла, душ приняла. Мне стало легче уже, в общем, как-то нормально. Я в палате оказалась одна, а в соседней палате как раз лежала вот эта моя знакомая с детства девочка. И еще одна знакомая с соседнего дома, с нашего завода тоже одна женщина, тоже второго рожала. Ну, в общем, по крайней мере, были знакомы, было с кем пообщаться. Потом мои родители пришли, я в окошко выглянула, мама спрашивает, а где ребенок? Я говорю, я не знаю. Мама опешила, а как это ты не знаешь? Я говорю, да ребенка нам принесут завтра. Первый день ребенка не приносит. Кормить принесут завтра, все нормально. А, ну ладно. И, кстати говоря, у нас на втором этаже стоял стол в коридоре, на нем стоял телефон. По-моему, внутренний такой, без этих, без цифрок. Телефон, где можно было просто поднять трубку и позвать врача, если кому-то нужен врач. И еще что хочу сказать. Вот грудь налилась молоком, но никто не подсказывал, что с этим надо делать. Я не знала, что с этим делать. Когда у меня поднялась высокая температура, тогда уже я обратилась к врачу. Но уже когда температура поднялась высокая, в принципе, уже как бы, наверное, поздновато я обратилась. Потому что грудь стала камнем и сказали, что нужно сцеживаться. А там невозможно было просто даже дотронуться. Много молока сгорело, но, слава богу, что-то там еще осталось. Ну, вот, как первый раз, вот я не знала, что нужно сразу, как наливается только грудь, нужно сразу разминать, массировать это, разминать эти камушки. В общем, чтобы не было вот это вот. Потому что, когда камнем делается, уже потом сгорает. И там еще, по-моему, мастит, или как-то называется, как-то, ну, что-то такое неприятное начинается. Ну, в общем, чтобы этого не было. Ну, никто не подсказал. Раньше ж вот как было, не спросишь, не скажут. А чтобы спросить, надо же знать, что спрашивать. Ну, вот такие дела. Ну, вот так, в общем-то, протекли первые роды. И, в общем, все нормально было. Потом уже ребенка приносили на кормление. Правда, вот дочка у меня была крикливая, неспокойная, но она такая по жизни была. Вот как сын у меня уже. Ну, сыном я уже была опытная мама. Уже прям знала, что надо делать. Там уже все происходило, как бы, своим чередом и поспокойнее было. А вот, кстати, когда вторые роды были у меня, когда я рожала уже в 89-м году сына, ну, я уже сказала вам, да, что беременность проходила тоже спокойно, нормально. Я любила там поспать. В общем, ни на что такое особо не тянуло. Ну, в первую беременность там где-то вот на солененькое, там рыбку иногда. Да, я, кстати, до этого рыбу не ела вообще ни в каком виде, не любила. А потом вот начала рыбу есть. Первая беременность когда была. Вот. Ну, и вторая, в общем-то, мне даже не столько на соленое, сколько, наверное, больше на сладкое тянуло, что я вот это все пекла, вот это выпекала и все это делала. А сына, кстати, я планировала уже где-то вот в Новый год, я думала, рожу его. И на Новый год мы как раз тогда поехали с семьей, поехали в гости к моим родителям, остались там ночевать. Я помню, очень трудно мне было спать. Уже большой живот, уже неудобно. Вообще, последние два месяца беременности очень трудно спать, уже не знаешь, на какой бок лечь, уже как себя положить не знаешь. В общем, то ребенок толкается, то неудобно лежать, в общем. И я еще боялась, что... Я вообще, честно говоря, боялась рожать почему-то на новогодние праздники. Но тогда новогодние праздники отмечались всего два дня. Первый, второй января. Третий день уже был рабочим. Я думаю, вот как пойду я туда рожать, если там они все начнут там, врачи-то, может быть, отмечать или еще что-то, спаду на как-то... Я боялась почему-то попасть на эти дни. Вот. Ну, ничего, проснулись мы 1 января, все нормально, приехали домой. Потом уже 3 января, думаю, надо, наверное, идти уже добровольно ложиться. По крайней мере, ну, вот-вот, как бы, чтобы я уже там была. И я поехала в роддом. Мне говорят, ложитесь, мы вас пока подготовим там, ну, к родам, заранее там, ничего страшного у нас полежите. В общем, я там полежала еще, ну, вот с 3 до 9 января лежала. Они уже там все мне покололи, там эластичность мышц, там что-то кололи, какие-то такие витаминчики, там какие-то такие вот укольчики, ну, вот, которые вот подготавливают организм к родам. В общем, подготовили меня, все шикарно. И 9 мне уже поставили капельницу, у меня начались схватки. И я помню, что я в родзал уже, когда меня повели, у меня уже начались потуги, и я легла на стол, и там часы висели в зале, было без 15, без 15, 5 днем. И уже, когда я родила, было ровно 5 часов, за 15 минут управилась. А, еще, когда только я легла на стол, мне почему-то сказали, ложитесь на бок и верхнюю ногу держите руками. Я как-то легла, как они мне сказали. А потом им говорю, вы знаете, мне так неудобно. То есть, вместо того, чтобы как бы потуги дуться, я должна свои силы тратить на то, чтобы эту верхнюю ногу держать, как-то мне неудобно. Можно я на спину лягу? Они говорят, ну, ложитесь, если вам так будет удобнее. И вот я легла на спину раз-раз и родила, в общем, тоже без разрыва, без ничего, все своим ходом, как-то быстренько я и родила. Все мальчика мне показали, все дела. И потом я лежала на этом столе. А там еще соседний стол был, там еще одна девушка рожала, и она лежала очень долго. Она до меня там рожала, все никак не могла родить. И я уже сколько там, я же два часа лежала, и она вот все никак мучилась, мучилась, не могла родить. И тоже, что-то ей сказали на бок, и она бедная на боку лежала, мучилась. Она как раз ко мне вот это повернулась, то на один бок, то на другой. А я ей говорю, а что ты мучаешься на боку? Ляжь на спину, подуйся как следует, и все. Она, а можно? Я говорю, ну, конечно, можно, если так тебе неудобно. В общем, она повернулась на спину раз-раз, и тоже быстро родила ребеночка. Вот так. Ну и все. А после родов, уже через два часа, на каталку меня положили. Хотя без разрывов, но они сказали, что они всех ложат на каталку. Меня по-королевски на каталке завезли прямо в палату и прямо к кровати. Перелегла я на кровать. И, в общем, там лежала еще, ну, отдыхала, потому что первое время, конечно, силы теряешь. А в палату я уже там шестая и последняя заселилась. В палате уже было, ну, много нас было человек. И, в общем, где-то там еще, наверное, пару часов я отдохнула. Потом встаю такая. Я говорю, девчата, я в душ. Ну, мы там познакомились, уже поболтали, пока лежали еще. Я говорю, я в душ. Они говорят, да ты что, нельзя, как там? Ты только вот родила, тебе куда в душ нельзя? Я говорю, а кто вам сказал, что нельзя? Я в предыдущем роддоме родила, и как бы все, можно. Легко встала и пошла. Я говорю, если там никаких швов, ничего нету, я думаю, можно, а почему нет? Ну, и все, пошла в душ, опять же, как я такая самовынная. И все. Ну, и потом в палате мы лежали, болтали много, с девчатами познакомились. Потом долгие годы еще встречались, ну, так случайно, если встретишься, там, здоровались, узнавали друг друга. Некоторые детки росли, даже вот с одной у нас в один класс, по-моему, даже пошел сын. Но уже, когда вторые роды у меня прошли, я, конечно, ученая, после первого раза была, уже сразу к врачу, что с грудью делать, тогда наливается массаж груди, там, массировать, чтобы там не было вот этих, не каменело, чтобы грудь, чтобы там температура не поднялась, что надо делать. В общем, сразу я уже, как бы, это все предварительно, прямо сразу обсудила с врачом. Задавала вопросы, не стеснялась, если что-то меня интересует, если какие-то у меня непонятки или какие-то сомнения, сразу к врачу, сразу в лоб вопрос и все. Все, все сразу спрашиваю, узнавала. Поэтому уже со вторым ребенком я была более опытная мама, и он у меня не был уже таким крикливым. Но он сам по себе вообще был поспокойнее. Кстати, вот тоже, как родился, он спокойнее, он больше спал, как там, не капризничал, не орал, как-то. Ну, такой вот спокойный ребенок, он и по жизни вот такой вот спокойный. Дочка, она гей у меня вся, сын как-то более поспокойный. Вообще, дети, мне кажется, рождаются уже сформировавшимся характером. Конечно, можно ребенка направить его, скажем, может быть, лишнюю энергию в нужное русло, да, отдать куда-то в спорт, или чтобы ребенок чем-то увлекался. Но эта энергия должна идти, чтобы она не пошла в какое-то плохое русло, нужно направить энергию в нужное русло, в хорошее какое-нибудь. Вот, если ребенок более усидчивый, более спокойный, значит, тоже вот, соответственно, не нужно пытаться ребенка переделать. Вот, на самом деле, хочу сказать, если ребенок неспокойный, не пытайтесь сделать его спокойным. Он спокойным не будет. Я сама родилась неспокойной. Дочка в этом плане, она в меня пошла. Поэтому нужно просто смотреть на ребенка и как бы стараться просто его немножко направлять. Но не давить и не пытаться повернуть реку вспять. Этого не будет, никак не получится, чтобы не было конфликтов с детьми, и чтобы были доверительные отношения. Нужно просто быть с ребенком на одной волне. И, кстати говоря, кому предстоит рожать, допустим, да, еще кто неопытный, молодой, родитель, мамочка, да. Хочу сказать тоже, по опыту первых родов, дочка, ну, может быть, потому что она была крикливая, много-много-много она проводила на руках времени. И моя мама там много нянчилась, и я, там пытались убаюкать, ну, много-много почему-то она как-то была на руках. И поэтому, когда ее положишь, она опять начинала плакать. В общем, я помню, что вот это было просто мучение, что все время на руках, на руках. А второй раз, когда уже второго ребенка я родила, и мне уже подсказали, и сама уже по своему опыту поняла, что ребенка не нужно лишний раз брать на руки. То есть покушал, надо положить ребенка. Если он лежит и ничего не просит, не надо вот лишний раз брать на руки, на руках вот это носить. Ну, как бы, ребенок-то, да, он более спокойный. И поэтому у меня сын, честно говоря, я даже когда после роддома принесла его, и в кроватке он лежит, он просыпался только кормлению, то есть первое время, раз в три часа кормление идет. Вот он покушал, уснул. Через три часа он проснулся, глазки открыл, я уже смотрю по часам, пора кормить. Я его покормила, он покушал, уснул. И, в общем, вот после роддома на несколько дней я его голоса даже не слышала. И уже думаю, господи, какой же голос у моего ребенка. Когда же он голос подаст? Ну, потом услышала. Вот такой молчаливый был, ну, как бы спокойный, думаю, на чем-то. Ну, вот, девчата, вот такие вот роды, беременность, вот так вот проходили. Это в советские времена, это было еще до перестройки, это еще было СССР. Ну, разные роддома, но они были тогда еще государственные, роды были бесплатные, все было бесплатно, вообще, все, все было бесплатно. Медицина бесплатная, беременность, роды, все, все, все было бесплатно. Поэтому врачи относились ко всем одинаково, никаких мы не давали взяток, ни за что не платили, ничего. Ну, роддома были, видите, как видите, были роддома разные. Ну, видно, были бедные, раз так, наверное, персонала не хватало, может быть, уборщиц не хватало, чтобы оксай было так грязно. А вот в нашем роддоме, уже в районном, на Хичеване я рожала второго, и там уже было чистенько, аккуратненько. Ну, роддом, он был, кстати, после ремонта тогда еще, так что там все было цивильненько, и предостаточно было персонала, и персонал находился на одном этаже с нами, то есть я могла с палаты выйти, зайти в ординаторскую, подойти к своему врачу, и что нужно мне спросить. Ну, на этом я хочу видео свое закончить. Надеюсь, кому-то оно было полезным, может быть, кому-то пригодится, девчата, мой рассказ, не знаю. Кому мое видео понравилось, в общем, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Кто не подписан, и до новых встреч. Пока-пока. По вашим лайкам я буду знать, какому количеству людей все-таки это видео понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok